Здравствуйте дорогие друзья! В последнее время очень часто вы просите пригласить в гости людей, которые торгуют на различных рынках, кроме российского. Это либо люди, которые торгуют на рынке Форекс, либо на ДАКСе. Сегодня у нас в гостях один из таких людей, это человек, который торгует на американской фондовой бирже, на ИС и на СДАК. Это Антон Андреев, партнер и старший трейдер компании GT Capital. Добрый день, Андрей! Да, здравствуйте! Я правильно выразился? Да, все правильно. Ну вот вы торгуете на Америке, да? Да. Расскажите, как ваш путь начинался, с чего вы вообще начинали? Я знаю, что вы в пропе работали, я в принципе там о вас все знаю. Где, кто, как вы начинали? Ну да, даже вроде с вами общались в самом начале, когда-то давно. Ну в 2005 году начал торговать, тогда был студентом, в принципе все казалось очень легко. Вот, потратил где-то года два, прежде чем начало так хорошо получаться, что-то, какой-то регулярный доход с этого пошел, как бы с торговлей. И, как бы так дальше стал развиваться. Вот, примерно, ну вот в прошлом году стала задача уже как-то самостоятельно развиваться вне фирмы. Вот, и стал вот, собственно, искать, собственно, какие-то пути к дальнейшему развитию. Ну, просто по-простому, расскажите именно. Торговали все начинали тогда одинаково, ситуация была стандартная. Я знаю, как набирали в проб фирмы, также набирали их в свое время в Америке, шли в университет, в заведение, брали ребят, обучали, сдавали все экзамены. Я уверен, что ты не был исключением и прошел то же самое, уча, что прошли и все, если, в принципе, люди, которые смогли выжить и остаться после определенного количества лет трейдинга, ну, значит, что-то ты правильно делал. Да. Да, у вас, ты пойми, у нас же интервью с тобой, не я должен рассказывать, а ты должен рассказывать. Из, ну, на моей памяти порядка тысяч человек прошло через фирму за все время существования. Вот на данный момент кто остался живыми трейдерами? Десять человек, наверное. Пять. Пять. Ну, ты еще не всех знаешь, там вас больше чуть-чуть немножко, чем пять. Там еще есть ребята, которые в Питере, которые у вас были когда-то в вашей компании, в МГ. Может быть. Да, они остались, их чуть-чуть больше, там еще семь-восемь человек есть отдельно, которые как бы со мной торгуют и швут только с трейдинга. Но цифра приблизительно такая, один процент, один-два процента. Тогда по-простому, что перед тем, как мы перейдем к рождейшим стилям торговли, ко всему остальному, что тебе помогло остаться на плаву и выжить? Вот у вас же осталось десять человек приблизительно. Если ты остался в их числе, значит, ты что-то делал, то, что не делали они, и наоборот. На самом деле, это тебе огромный плюс. Тем более, торгуешь ты семь лет. Я хочу, чтобы люди, которые будут смотреть сегодняшнюю... Я извиняюсь, люди, которые будут слушать нашу передачу, да и смотреть у нас видео как раз стоит, чтобы они сделали какие-то умозаключения. Как, например, из такой толпы выжить? Что помогло тебе? Я понимаю, что ты не очень многословный, но тебе придется оговорить. Значит, ну, по моему мнению, большая доля, конечно, удачи. Ну, в свое время это было именно удачей. Вот, потом уже стало более-менее формализовываться. Ну, удача у вас, скорее всего, была, это 2008-2009 год, когда вы заработали... 2007-2008, скорее всего. ...самые большие деньги, когда были МОСИ. И это самые большие деньги. И это, на самом деле, удача большая. Но если ты, в принципе, после этого... В этом трейдинге как-то такого не было. Абсолютно верно. Сотни людей на этом зарабатывали. И на моей памяти они трейдить не умели. И, соответственно, когда... Просто повезло. Да, когда эта штука закончилась, они, собственно, забыли. Ну, начиная с 2009 года, последние три года, ты зарабатываешь энное количество, не имеет значения. Какой-то год больше, какой-то год меньше. Но вопрос в том, что ты живешь с трейдинга. Да. Поэтому вот расскажи, как тебе удалось не попасть в эти 990 человек, которые покинули рынок сей? Как бы... Ну, могу небольшую предоставить сказать. С удовольствием. У меня два высших образования экономических. И так получалось, что я достаточно хорошо в самом рынке стал разбираться, какие компании, как они работают, какие у них новости, динамика. Вот. И когда в 2009 году, в конце примерно года, перед всеми трейдерами стал вопрос, что делать дальше, кто-то опустился в скальпинг, кто-то пытался найти новые граели. То есть такие, как бы, единоразовые вещи, да, которые дали бы быстро обогатиться. Вот. Я, как бы, прикинул, все взвесил. Вот. И решил, что, как бы, новости, фундаментал, это то, что вот у меня может получаться лучше, чем у других. И... Ну, просто из-за того, что у тебя бэкграунд. Да, да. То есть и стал бить в эту точку. Постоянно анализирую новости, как бы, отслеживаю, как, какая у них динамика, как они реагируют, то есть как реагирует рынок на эти новости. К сожалению, в таком стиле торговли очень тяжело научить. Да, это очень тяжело подается в обучение, поэтому, как бы, у меня нет такой массы учеников, скажем, там, тысяч или даже сотен. Вот. Вот. И, собственно, 2009-2010 я вот посвятил развитию вот этой стратегии и, как бы, дальше уже пошло все как по-моему. Понятно, стал зарабатывать деньги, но это нормально. У тебя были хорошие годы, которые ты прошел, ты понимал одна вещь, что если бить в одну сторону, что-то может получиться. Да, да. Ну, я старался сразу выбрать такое что-то, чтобы оно не закрылось через год. Нет, ну, новость абсолютно верная. Все, что касается новости, там, пробои, отбои, это темы вечные. Да. Они всегда работали, будут работать и все. Но я с тобой тут согласен по поводу, там, МОС, торговли, там, баски там и все остальное, но очень быстро тема заканчивалась. Я всегда тебе скажу, честно, как трейдер, этого очень боялся. Я никогда не торговал. Ни МОС, ни что остальное. Да, по одной простой причине. Это те схемы, которые очень быстро приходят и уходят. А и проблема в том, что, я тебе просто скажу, что похоронило 990 трейдеров, которые работали с вами, это быстрые деньги и легкие. После них опомнится очень тяжело. От тебя, скорее всего, ты просто очень сильно хотел, поэтому, в принципе, и остался. Ну, как бы я прошел 2005 год, когда должен стоять там в рейнере 300 пунктов. 2005 год и 2006 был очень-очень тяжелый. И, как бы, я уже знал, что деньги, в принципе, легко здесь не даются. Начинали же вы обыкновенными стильными. Я в свое время даже читал вам лекции через интернет. А самые обычные стили торговли, это там пробои, отбои от уровня, которые проработают по сегодняшний день. Ну, вот сейчас ты торгуешь новости. Да. Вот расскажи свой обычный день, подготовка к рабочему дню. Беру брифинг клиенту, прочитываю все, какие есть новости. Ты любые новости торгуешь или только, например, квартальный отчет? Нет, любые новости. То есть я, ну, в первую очередь, обращаю, чтобы это была ликвидная акция. Вот, то есть с ликвидом я стараюсь не работать. Ликвид для тебя сколько? От полумиллиона? Да, где-то от полумиллиона. Ну, там, мол, как бы некоторые есть любимчики, там они могут 100-200 тысяч торговать. Ну, это если ты и знаешь. Да, я их хорошо знаю. Вот. Дальше я смотрю, то есть, как бы копаюсь у себя в голове, вспоминаю, что у них было раньше, как они реагировали на новости. То есть есть там бумаги, у которых могут быть сильные новости, но они, в принципе, как бы редко реагируют. Как-то, то есть у них все отыгрывается уже заранее. Вот, и достаточно там много технологических акций, которые очень бурно реагируют на любые новости. Вот, и по ним я уже отслеживаю, как они могут именно сегодня отыграть. То есть ты смотришь открытия, да? Первые принты. Примаркет, примаркет. Часто на примаркете уже начинаю торговать их. То есть, ну, это последняя, как бы, такая динамика последнего года, когда многие модели, ну, многие движения уже на примаркете отыгрываются. И, в принципе, после открытия уже там делать нечего. Ну, что, допустим, например, бумага должна сделать до открытия, чтобы тебя заинтересовало? Гэп, большой гэп. Процентов 10-15 с хорошим объемом. Это будет уже интересно. То есть ты будешь контртренд играть? По большей части, да. Понятно. Ну, отскоки, отскоченная стратегия. Ну, как бы на развороты, да, у меня их неплохо получается чувствовать. Вот, и, то есть, там, включая некоторые навыки чтения ленты, там, как бы, ну, всего понемногу. А если бы ты сказал слово чувствовать, я, кстати, тут собой, как с профессиональным трейдером, очень согласен. Давай для радиослушателя объясним, что у тебя значит слово чувствовать. Потому что, к сожалению, у многих людей, кто слушает нашу передачу, у них слово чуйка связано со словом несистемный трейдинг. Но то, что ты делаешь, я, в принципе, это системный трейдинг. Ты ждешь определенного сигнала. Что для тебя, значит, чувствовать? Ну, здесь, наверное, такая некоторая ассоциативная цепь, что вот аналогичную картинку я уже видел. Вот, и просто... То есть, по-простому, это профессионализм. За время определенной твоей работы у тебя наработалось какое-то определенное количество, там, паттернов определенных, объем должен быть, там, все. Понял. То есть, ну, как бы все дальше получается уже просто, то есть, по наезженной, как бы, колее. Я понимаю, что это вот та самая ситуация, здесь надо, как бы, уже не раздумывая действовать. Ну, таким стилем торговли на самом деле торгуют очень мало людей. Потому что понимать новость, мало кто ее понимает. Тебе тут, наверное, помогает экономическое образование. Ну, я честно признаюсь, там, очень глубоко я не копаю, вот, в плане, там, анализа всех отчетов. Вот, я именно, как бы, стараюсь сделать такой новостной анализ, то есть, какой был новостной фонд до этого, какие были ожидания на рынке, вот, и как вот последняя новость, она, вот, как бы, какой вклад она сделала, вот, в предыдущий новостной фонд. Соответственно, как это может повлиять на тренд, как бы, в конкретной акции сегодня. Ну, там еще, как бы, различные такие, вот, опытные уже вещи. То есть, когда я понимаю, что там в этой акции должен быть taking profits, да, закрытие позиций, там, здесь должны быть, наоборот, закупки, независимо от новостей, там. То есть, ну, такие вещи, когда появляется какая-то интрига, что новости, как бы, вроде бы об одном, а, как бы, в акции, на самом деле, происходит... Совсем другой дисбаланс. Дорогие друзья, у нас в гостях Антон Андреев, партнер, старший трейдер компании GT Capital. Прервемся на короткий новостной выпуск, и после этого нам, Андрей, будем с него вытягивать разные грали. Видите, он очень спокойный человек, это в Питере все такие очень спокойные. Ну, надеемся, что мы с него поимеем информацию, как в Одессе говорят. Еще раз здравствуйте, Антон Андреев, партнер, старший трейдер компании GT Capital. Ну, придется тебе нам полить граль какой-то. Давай по-простому. Ты же, в принципе, торговал и пробой, и отбой, и все. Давай возьмем простую рядовую ситуацию, ну, представим себе, что... Эмитент открылся с ГЕПом. Вот туда, куда ты ожидал, например, ГЕП там 15%, 10%. Мне имеется в виду, от 10% до 15%. А твои сигналы для, именно для входа в позицию, именно конкретика. Ты же секретного все равно ничего не расскажешь. Здесь ничего секретного нету. Там лента, что надо посмотреть, объем какой должен выйти, и об уровень должны удариться, открыться где-то должны. Именно... По моим наблюдениям, вот, в момент премаркета такие разворотные вещи работают, как двойная вершина, то есть, как бы простые абсолютно модели. Уровень предыдущий. Да, да. В плане, вот, каких-то дополнительных сигналов могут быть большие распечатки. Принтаут. Да, да, такие 2-3 тысячи ваттов. Ну, в принципе, ну, как бы мои любимые, там, бычьи медвежьи поглощения, что-то, как бы, вот, с ними всю жизнь работаю. Вот. То есть, ну, там, как бы, в принципе, ничего особо хитрого. То есть, если я уже знаю идею, что, как бы, мне ее надо шортить, то мне достаточно, вот, увидеть то же самое медвежьи поглощения, чтобы понять, что вот сейчас момент, когда надо заходить. Заходить, да. Вот. Бывает, что уже на премаркете выстраивается какая-то тенденция, там, что, ну, как бы, тренд, да, можно так сказать, когда акция уже сделала, там, 1-2 отката на движении вниз, и, как бы, буквально перед открытием они, там, как бы, делают как бы очередную эту модель, то есть, начинаешь, там, минут за 10-15 до открытия рынка уже заходить, и когда рынок открывается, получается, ну, в любом движении мы всегда ждем выход объема, по сути, то есть, как раз в таких ситуациях получается выход объема, это момент открытия рынка, вот. Ну, да, первый принц. Да, то есть, и вот буквально там где-то вот рядом с ним выходишь из позиции, вот. А такой вопрос, вот, например, с открытия идет 5 гепов. Бывают такие дни, когда вот квартальный отчет, или еще что-то пару дней назад было 4 гепа. В какие ты полезешь и почему? Ну, в первую очередь, если есть знакомые акции, такие любимчики, да, в первую очередь буду их смотреть. Вот, биотехнологические я очень люблю, там, у них часто такие... Да, в моменте. ...фейковые гепы происходят, и с ними приятно работать, то есть, они там разворачиваются подчастую. Очень быстро, да. Ну, вот, а так, в принципе, как бы те, которые по ликвидности больше. В первую очередь. Да, то есть, чтобы я мог большой... Цифры видно, понятно. Да. Смотри, ты, в принципе, начинал в пропе. Да. И люди, которые выходят с пропа, это там очень дисциплинированные люди, которые зажаты, что, в принципе, очень правильно. Как правило, иногда даже риск-менеджер, это там не трейдер, что очень хорошо, который не разбирается в трейдинге и не может морально посочувствовать этому обиженному трейдеру, которому там урезали объем или еще что-то сделали. А от вас приходило много людей, оставалось очень мало. Расскажи просто твой сторонний взгляд со стороны, почему на самом деле вот эти толпы людей приходили и толпы людей уходили. Ну, здесь, как бы, мой взгляд был такой, что им уделялось очень мало времени, вот. То есть, в принципе, как бы, система строится на том, что, как бы, те, кому надо, все равно поймут и начнут торговать, вот. Те, кому не надо, им, как бы, бессмысленно что-то объяснять. Вот. Ну, я вот сам пробовал последние 2-3 года, когда, в принципе, практически, как бы, любому можно, как бы, постараться объяснить, как бы, донести, как бы, то, что надо делать и, как бы, различными тренировками, как бы, заставить человека уже, как бы, действительно, пускай даже там не на супер-высоком уровне, но торговать более-менее стабильно. Как, что за тренировки? Ну, как бы, то же самое, там, заставлять человека в рамках маленького риска просто делать, как бы, без разницы, по какой системе и что именно, там делать какое-то количество сделок, то есть, чтобы он не боялся, да, как бы, рынка, не боялся, там, легко входить-выходить, вот, фиксировать убытки, там, быстро, вот. Как бы, ну, а в плане самого, там, вот, выбора акций, там, выбора моделей, то есть, это уже, в принципе, ну, совсем не сложно, там, как бы, надо просто, может, одному человеку можно за неделю объяснить, другому, там, надо два месяца объяснять, но, тем не менее, вот. И у разного просто степень восприятия абсолютно разная у каждого человека, и это не значит, что кто-то будет плохим трейдером, кто-то хорошим. Я знаю людей, которые, там, 13-14 месяцев подряд не зарабатывали, а потом стали великолепными трейдерами. Да, это бывает, что 2-3 года, там. Да, и бывает, узная людей, которые, там, за два месяца все шикарно получается, зашибись, люди прямо так настроены, а через 7-8 месяцев от него ничего не остается, он очень быстро сгорает. Я вообще не люблю быстрых результатов. А почему, ты думаешь, ты выжил? Ну, вот, у меня как раз не было быстрых результатов. У меня результаты пошли, это, на 7-8 месяц, то есть, первые, там, месяцы на 5-м меня даже хотели уволить из пропа. Вот, я пообещал быстро исправиться. Вот, и, как бы, мне еще дали месяц или два буквально. Вот. А почему ты вдруг вот решил тогда, что вот реально это твое, что надо за это место держаться? Как-то сначала к этому относился вообще очень легкомысленно, то есть, абсолютно случайно попал в пробу, сам не понимал, что вокруг происходит. За где-то месяца 3 я втянулся в это, увидел, что есть несколько человек, которые уже этим живут, и, в принципе, подумал, что если я потрачу там 2-3 года, пока вот учусь в институте, вот, на... Кстати, на это просто, чтобы ты понял, когда мы начинали, на это была и ставка. Да. Пока человек учится, а ему терять нечего. Когда человек уже отучивается, представляешь, вот представь себе, ты 5 лет, да, вот у тебя семья, и ты 5 лет отучился, и у тебя семья, и тебе надо начинать содержать семью, и ты пойдешь в трейдинг. Никто не нормальный... У меня сейчас семья, я бы сейчас не пошел. Ты видишь, ты ответил на свой вопрос. Поэтому и ставка изначально была сделана на студентов, которые по-любому учатся, и так как мы все знаем, кто как ходит в университеты, в институты, и как все там занимаются, поэтому изначально как раз ставка была на людей, которые учатся, тем более первый, второй, там третий курс, у которых 2-3 года есть в запасе, чтобы действительно человек мог спокойно ходить, потому что он по-любому ходит, шатается, и бродит, тратит свое время в пустую. Ну, как бы так и было, да, все коллеги, все были студентами. Я же тебе говорю, на это и делалась ставка, я просто знаю, как с чего начиналось, это много лет назад, и изначально делали как раз ставку на то, чтобы действительно человек был студентом, и изначально начинал это делать. Да, ну, студенты, вот, они еще в большей степени люди безответственные, вот, поэтому здесь, может, из-за этого еще много людей уходило, из-за того, что, в принципе, как бы с их стороны такой вот прям ответственности и там оборвения не было. А что ты считаешь вообще вот самое тяжелое, с чем ты сталкивался, когда ты пришел? Самое тяжелое? Ну, как раз, наверное, первые там 4-5 месяцев, когда вот, как бы, я знал, что где-то вот оно рядом, но, как бы, стоял вопрос, что мне надо быстро, там, буквально за месяц как-то показать результат в фирме, и, как бы, была некоторая растерянность, то есть, как бы, с одной стороны, вроде бы знаешь, куда копать, но, с другой стороны, понимаешь, что может не хватить времени. И как вот этот месяц на тебя повлиял на самом деле? Что он тебе такого дал? Ты представляешь, вдруг тебе говорят, ты знаешь, ты 6 месяцев учил математику, и ничего не получается, у тебя вот есть месяц, если ты не выучишь, все, свободен. Ну, он, как бы, мне дал такой подход, ну, в принципе, как до сих пор, я держусь, то есть, что, как бы, нельзя торговать без результата, как бы, нельзя, вот, не быть, как бы, нацеленным, да, не думать о том, какой будет результат, к чему ты идешь. То есть, ты хочешь сказать, что ты стал зарабатывать, потому что ты стал думать о результате? Ну, как бы, не то, что я стал, там, прямо мечтать, да, что я там дом себе куплю, еще что-то, просто-напросто я поставил, как бы, себе задачу, что, ну, вот, конкретно, там, к его фирме, я должен принести прибыль, тогда я, как бы, останусь, да. Чуть позже, просто я, как бы, уже перевел стрелки на себя, что я должен непосредственно себе принести прибыль, вот. Ну, такой именно подход, он мне помог. То есть, просто расставить точки над «и», вот, ну, это, на самом деле, такая грань очень сложная, потому что многие люди начинают, ну, как бы, общался с трейдерами, начинают, либо, как бы, ставить цель, да, там, как купить машину, или еще что-то, и вот они, как бы, слишком... То есть, ты придерживаешься мысли, что думать о деньгах нельзя? Да, как бы, о деньгах думать нельзя в процессе тренинга, то есть, надо понимать, что это, как бы, все рабочая система, там, как бы, рабочие различные процессы происходят, ну, потерял деньги, это не страшно. Самое главное, чтобы был отчетный период, месяц, квартал, когда ты показываешь результат. То есть, ты согласен с тем, что когда человека, в принципе, ставишь в экстремальные условия, которые поставили тебя, и ему действительно это нужно, то получается действительно из-за этого какой-то результат. Как бы, у меня тогда был такой шок, я неделю не торговал, просто не мог даже кнопки нажимать, я, как бы, сидел... Ты просто тупо боялся? Да, я, как бы, боялся, что вот я сейчас нажму, меня сразу уволят. Вот, поэтому я неделю где-то сидел просто в раздумьях, и... А о чем, кстати, ты думал за эту неделю? Как бы, я общался вот с своими коллегами, кто хоть какие-то показывал результаты, и смотрел, что они делают, то есть, чем они от меня отличаются. То есть, вроде бы, те же самые, такие же ребята, второй, третий курс, и... В принципе, они не могли делать ничего супергениального. Что они делали ты? Да. То есть, я просто посмотрел, что они там... У меня получалось тогда, что я очень много денег отдавал на разные, как бы, на всякие рискованные сделки, где я пытался экспериментировать. Вот. И я стал вот на пару месяцев и решил, что пока вот там не будет какой-то стабильный плюс, я не буду экспериментировать. Вот. И точно так консервативно, можно сказать, торговал по рискам и по прибылям. Больше фиксировал. И это ты, в принципе, думаешь, тебя это и вытащило. Да. А что больше победило, именно вот желание вылезти, или что-то другое? Нет, именно желание. То есть, у меня, как бы, если поставил так диспозицию, что, как бы, это для меня большой шанс, в принципе, куда-то вырваться, вот, чтобы после института не работать там тупо программистом или с админом, вот, и за него надо держаться, пока есть возможность. Дорогие друзья, Антон Андрей, партнер старшей трейдер компании GT Capital, мы продолжим разговор через несколько минут после новостей. Да еще раз, здравствуйте, у нас в гостях Антон Андреев, партнер старшей трейдер компании GT Capital. Давай поговорим о таком произведении искусства, как зависть. Дело в том, что есть две большие разницы, я хочу вопрос этот поднять, очень здорово, что ты, в принципе, приехал, человек как бы выходить из проб среды, а я сам выходить из проб среды, и я потом расскажу после тебя, как работали мы, но разница между пробконторой и, например, просто где-то читать, что кто-то зарабатывает, очень большая. Ты можешь 200 раз не доверять человеку, которого ты не знаешь, но у вас была очень большая группа, у вас было больше 100 человек в моменте, и вы знали результаты. Я не знаю, или у вас вовсе публиковали, но у нас вовсе всегда публиковали топ-5, топ-5 и низ-5. Нет, у нас знали все результаты, у нас был риск, он был абсолютно открытый, то есть любой мог подойти, посмотреть, где он находится. Как ты к этому относился? Расскажи мне, когда смотришь на такого же мальчика, как ты, который тоже идет с третьего курса, с тобой одного возраста, и у тебя не получается, у него получается? Я к этому относился нормально, что ему просто немного повезло, я догоню свое. А так я на самом деле сам не страдал стремлением посмотреть, какие рейтинги, еще что-то. Я долгое время держался такого среднего уровня, то есть я знал, что я каждый месяц делал в фирме пару-тройку тысяч, и фирма за это доволен, дает какие-то бонусы, и процесс как-то двигается. Потом уже прошло где-то полгода, мне вот этот сам процесс надоел, и мне захотелось именно куда-то уже дальше идти, чтобы была не только фирма довольна, но еще и я. А сами вот эти рейтинги, они как-то меня особо не... Ну ты знаешь, и ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, когда есть... Был один момент, он мне очень подпортил, скажем так, то есть когда на сайте фирмы написали, что там Андреев лучший трейдер какого-то месяца, и сам факт, то есть там сайт был не суперпосещаемый, но сам факт, что там вывесили доска почета, меня это на 2-3 месяца как-то выбило из рынка, то есть я стал, конечно, чудить. Почему? Ну вот я постоянно думал о том, что надо как-то держать... Марку. Марку, да, что там я вот сегодня там как бы залетел на открытие, там все, значит, как бы подпортил репутацию, еще что-то. Ну вот я поэтому и задаю вопрос, потому что очень тяжело смотреть, например, что люди, которые с тобой пришли в одно и то же время, зарабатывают, а ты нет. Я считаю, что лучше, скорее всего, может даже не видеть результатов других людей. это скорее всего даже лучше скажется на становлении трейдера, чем видеть результаты других и пытаться догонять, потому что, к сожалению, когда человек начинает догонять, начинается громадное количество ошибок. Согласен, да. Вот я непосредственно старался не смотреть и никому не увлекаться вот этим подсчетом рейтингов. То есть так, у кого полуоста примерно было постоянно движение по поводу риска и того, кто сколько сделал денег. Естественно, все побежали посмотреть. Да, кто вчера где потусил на эти деньги, что купил и так далее. Я старался, то есть я был немного в стороне от этой компании, скажем, и старался не смотреть и не считать, что там делают другие. Именно смотрел за собственным результатом. А что тебе помогло больше всего в трейдинге? Ну здесь я стараюсь идти всегда нестандартным путем, скажем. В самом начале мне очень сильно помогло, когда я отказался от опенбука. То есть я был первым в офисе, кто перестал использовать опенбук. Потом я был одним из первых, кто начал активно торговать нефть. Вот когда другие говорили, что нефть это слишком рискованно и слишком опасно. я стараюсь такие находить моменты, которые все другие говорят, что там опасно, еще что-то. Это как минимум гарантирует, что там никого нет. И, соответственно, там непаханное поле. Но сейчас, я думаю, ты немножко по-другому, потому что, когда у тебя идет накатанное, ты зарабатываешь деньги, не можешь кидаться с одного места в другое. Да, сейчас, как бы, я иду, скажем так, по накатанной, но я определенные вещи добавляю, и определенных вещей я продолжаю сторониться в тренинге. То есть, например, как, ну, мне часто спрашивают, как бы, торгуешь ли ты Apple, еще что-то. То есть, такие топовые бумажки, типа Apple, я стараюсь как бы не торговать лишний раз, поскольку в них слишком много людей, слишком много там интереса, вот, и пытаться там быть просто одним из, как бы, из многих, кто хочет, как бы, урвать кусок от пирога не охота. А, но сейчас такое... Оригинального не придумать. Сейчас практически нигде нельзя уже оригинального ничего придумать. Сейчас практически многие, 90% вещей, которые есть, они уже изведаны. Да. Начиная от M.O.C., заканчивая там торговлей баскетами, on open, открытие, закрытие, то есть, в принципе, эти все вещи, есть некоторые вещи, но их очень мало, их остается меньше и меньше. Да. Вот. Ну, такие вот есть акции, которые, например, трейдеры не любят торговать там, акции, ну, как бы, не знаю, там, тикер, могу сказать, CUB, тот же самый, CRR, там, которые не очень ликвидные, с одной стороны, они еще дороговаты, как бы, если, ну, просто смотреть на и график, то он показывается таким, как бы, рванным графиком. Никаким. Как бы, непредсказуемым, да. Ну, там, как бы, просто бывают дни, там, новости, еще что-то помогает, там, как бы, тот же нефтяной фьючерс, и, как бы, они приобретают какие-то, как бы, такие хорошие движения, серьезные, ровные. То есть, вот такие вещи, там, как бы, я знаю, что там, как бы, никого нету, кроме меня. Это, как бы, образно ты ищешь, как ноу-хау. Ну, имею в виду, именно в этой акции. Ну, не то, что даже ноу-хау, я пытаюсь найти вещи, которые, вот, прямо сейчас, они больше, как бы, их никто не видит. То есть, такие совсем явные, я их просто избегаю. А у тебя были такие позывы, когда не получается уйти? Они у всех были. Ну, вот, был тяжелый, вот, конец 2009 года, 2010, там, когда, вот, было такое перестроение, да, КВС-эмбэлансов, вот, со всех этих старых фишек, было перестроение на новую систему, можно сказать. Ну, вот, как бы, этот путь прошел, и, в принципе, уже, как бы, дороги назад нету. Ну, то есть, ты, в принципе, кроме трейдинга ничего не видишь? Ну, я в жизни ничего другого не делал. Меня уже взяли студенты, как бы, я не успел нигде не поработать, ничего-то сделать, у меня никогда не было, как бы, ни трудовой книжки, ни, там, еще чего-то такого, вот, что есть у всех. То есть, это все, что ты видишь в трейдинге? Да. Тогда вопрос на засыпку. Был ли у тебя такой момент, как хотелось уйти? Нет. Ну, как бы, только в самом начале, вот там, когда вот, как раз вот эти, там, первые несколько месяцев, после этого уже не возвращался к такому вопросу. А причина, по которой ты хотел уйти? Ну, как бы, я тогда просто не понимал, что это такое, и, в принципе, была мысль, что, ну, в какой-то момент можно легко уйти, найду что-нибудь еще, вот. А потом уже, как бы, с годами, когда я полностью здесь во всем разобрался, как бы, я знаю, что это, как бы, мое, как бы, мое место, вот, и, естественно, куда-то уходить, смысл. Как бы, я здесь, ну, может, не лучший, но в определенной степени у меня хорошо получается. А ты придерживаешься, я всегда придерживаюсь одному и того же, что в тренинге один большой плюс, здесь не надо выигрывать Олимпиаду, можно быть, 10 тысяч, не имеет значения, каким, и хорошо, комфортно жить. Да. Как бы, мы же все, кто, вот, хоть там 100 долларов даже заработал с рынка, мы все вот в этих, там, двух-трех процентах зарабатывающих. То есть, это, какие-то, единицы, там, десятки людей. Ну, у тебя семья есть, да? Да. Сколько лет? Три года семья, полтора года мы ушел. Да. Как вообще, тебя же дома не бывает? Нормально. Ну, рынок заканчивается, в 12, пока приехал домой, час ночи. Да. Утром встал, поехал в офис, домашние задания и все остальное. Зато всегда выходные, суббота, воскресенье. Да, стабильно. Скажи мне, вот ты приезжаешь в офис, сколько времени ты тратишь на домашнее задание? От часа до двух. А давай, скажем так, если разложить весь твой трейдинг на квадратики, так? Угу. Потому что, когда я говорю кому-то, что домашнее задание надо делать, это там неотъемлемая часть, люди начинают смеяться. Если разложить на квадратики от самого важного, вот давай, от самого неважного к самому важному, или от самого важного к самому неважному, какие квадратики, какие факторы для тебя считаются самыми важными, которые составляют неотъемлемую часть именно твоего трейдинга? Например, там домашнее задание, там просмотр эмитентов, чтение новостей, нажатие кнопки, просмотр графика. Так, по квадратикам. Ну, первое, это чтение, новостей, это Bloomberg Briefing. То есть домашка? Да. Как бы посмотреть именно все новости, ничего кроме них я сейчас не смотрю. потом как бы отслеживаю премаркет уже, то есть там уже все выбрано, просто просматриваю фильтры и слежу, что происходит на премаркете. Иногда открываю позиции. Вот, если, ну, как бы независимо от того, открываю позиции или нет, как бы рынок, когда рынок открывается, где-то полчаса, час я торгую, вот, все закрываю и потом примерно полчаса хватает там того, чтобы проанализировать, что я сделал, вот, что мне надо завтра лучше делать, вот, и все. В принципе, дальше у меня... Ну, давай, 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 допустим так. Хорошо, вот первый квадратик это домашка, правильно? Самое важное. Да. Второе, это что? Это премаркет. Ну, просто смотреть, как себе митинг ведет. Да. Третий. Третий, это... Дома какие проходят, как торгуется? Минутка, пятиминутка, вот, еще 15 минут. То есть, график получается у тебя почти на последнем месте? Ну, я бы так не сказал, то есть, это может со стороны так показаться, вот, на самом деле, как бы, так или иначе, как бы, я получаю какие-то большие сигналы, там, что мне надо шортить или покупать эту акцию, как бы, ну, как бы, не с графика, вот. А на графике я уже ищу точки входа и вот более точные какие-то моменты, как бы, то же самое по рискам, вот. То есть, это, естественно, все с графика. Это как бы, одноминутный, пятиминутный график, но в основном пятиминутный, наверное. То есть, график тебе просто показывает ближайший уровень поддержки сопротивления, как имитентам, если он открывается с гепом, если он открывается с гепом, там, возле средней скользящей, чтобы канал был. Да, да. Понятно. А, когда ты полюбил трейдинги, почему? И за что? Ну, где-то, когда я год, наверное, торговал, получил, как бы, первые какие-то серьезные деньги, как бы, с трейдинга, и, как бы, тогда вот и полюбил, то есть, саму эту свободу, то есть, я понял, что, в принципе, мне здесь не надо ни от кого зависеть, вот, как бы, пришел, потроговал, как бы, что сделал, то есть, это все полностью от меня зависит. Ну, это уже, то есть, когда было денежное выражение? Да. Ну, скажем, это способствовало, вот, то есть, ну, было приятно, что там... И работал, и заработал. Да, многие друзья говорили, там, вот, я там, как бы, устроился туда-то, там, получаю там тысячу, там, я туда-то получаю две, там, вот, и было приятно, что в какой-то момент я тоже, как бы, что-то получил с этого, да, и мог сказать, что вот я работаю трейдером, я получаю. И получил столько-то. Ну, да, это хороший, очень хороший аргумент. Дорогие друзья, Антон Андреев, партнер старшей трейдер компании GT Capital, коротенький перерыв на новость, и продолжим дальше. Еще раз, Андрей, привет. Антон. Антон, извини, Антон Андреев, партнер старшей трейдер компании GT Capital. Вот бывают такие ситуации часто, что все идет хорошо, потом перестает идти. Все через эти ситуации проходят. И ты проходил это так же самое. Или, например, бывают такие ситуации, которые людей очень сильно убивают из-за того, что человек зарабатывал деньги, да, и зарабатывал много, а потом должен довольствоваться очень маленьким. Например, я знаю трейдеров, у которых там доходы были миллионные, а потом он даже не мог 30 тысяч заработать, там 40 тысяч долларов. Как вот ты справлялся? У тебя наверняка такие ситуации были. Были, да. Было тяжело, очень морально, конечно, перестроиться. Как? Ты вот считаешь, что, в принципе, быстрые и легкие деньги, это способствует как раз разрушению личности трейдера очень быстро? То есть, когда предстаешься как бы серьезно, в первую очередь, как бы относиться к тому, что ты там делаешь, то есть кажется, что это все какие-то игры, как-то можно делать более серьезно и так далее, и как бы это сбивает просто настрой. Как ты удержался? Ну, вот тут как бы старая закалка еще, то, что нельзя много рисковать, вот эти все вещи, они очень помогали. Ты удержался, ты удержался, если ты видишь, например, вот как робототехника, да, у тебя есть робот, робот работает, все хорошо. Потом подходит какой-то момент, где исторически, ты видишь, что робот поломался. То есть, например, у него была просадка в 15%, а он уже дает 30%. Как определить, что робот поломался? Как ты в тот момент понял, что ты не поломанный, а просто надо образно дальше продолжать работать, чтобы переследить этот момент? Ты же знаешь, что 70-80% людей из-за этого ушли, потому что деньги стали тяжелыми. Это, кстати, один из ребусов, которых я решил. Когда еще был, можно сказать, самый пик такой, я познакомился с одним трейдером, который, ну, примерно, наверное, к вашему уровню по опыту. То есть, там, тоже, в 90-х еще начинал торговать. Это из Америки, ребята? Да, да, да. Ты можешь сказать, кто это там? Толик это кто еще был? Не, не. Вам же приезжало очень много ребят. Толик, Гарик. Нет, как бы, Алекс был, и там Юра, вот, еще кто-то. Вот, и, в общем, как бы, он просто, ну, неизвестный абсолютно. То есть, как бы, никто про него не знает, скажет. То есть, то, что я скажу, никому это ничего не даст. И он такую историю поведал, что, как бы, было у него, примерно, когда он лет 6 торговал, был период, когда он, как бы, перестал зарабатывать и слишком увлекся, то есть, потерял какие-то деньги, и у него занял это примерно год, чтобы отбить и вернуться назад. И, вот, он, как бы, с тех пор, как бы, поставил себе там жесткие всякие ограничения, там, как бы, наладил свою систему, вот, и, как бы, с тех пор он там, как бы, лет 7 или 8 стабильно очень работал. Вот. Вроде бы, до сих пор работает так же стабильно. и, как бы, я тогда подумал, ну, как бы, как такое вообще может быть, что, там, как бы, год целый, там, у меня на тот момент, там, я 4 года торговал, у меня самое большое, там, месяца 2, как бы, отбивался, какой-то там был, как бы, один залет, да. Извините, то есть, вот, как раз, когда этот момент случился, я понял, что, вот, как раз для меня, вот, такое же абсолютное испытание, оно займет, там, полгода, год, и, надо просто, в первую очередь, действительно, все систематизировать, то есть, то, что раньше было, больше такие, как бы, не знаю, как какие-то колбои торговали, как бы, не разбираясь, что ли. Обезбашенные. Да, 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 то есть, большинство моих коллег, они даже не знали, как бы, акции, которые они торговали, то есть, для них просто был, как бы, тикер, там, ABC и все. Не, ну, если ты торгуешь просто по технике, то это абсолютно не принципиально, то, что ты делаешь, для тебя, в принципе, очень важно знать, что, какой сектор, что повлияло, а я тебе скажу честно, что, когда, там, мы торговали сугубо по технике, да, там, те же 90-е годы, абсолютно не принципиально, что это было, CRR, или COB, или COF, или еще что-то, символ был абсолютно просто, как бы, название эмитента, как машина, машина и машина, и все, поэтому, для многих людей, кто там только технический анализ торгует, для них, в принципе, фундаментал не принципиально, для тебя, человека, который торгует фундаментальные новости, для которого, там, важны гепы, и ты знаешь, сколько приблизительно должен геп, да, это имеет какую-то... Это еще ладно, там, саму систему, да, все это формализовать, то есть расставить, что вот там на рисе, я буду именно такие бумаги выбирать. Это по простому алгоритм. Да, да, то есть, именно такие модели, я буду смотреть, то есть, я там выбрал, я не стал там брать все подряд, там, выбрал порядка 10 таких моделей, которые мне более-менее, как бы, нравятся, вот, то есть, как бы, очень сильно сузил, как бы, все, что я делал, до определенных моментов, что вот именно я буду делать. Есть тот же самый алгоритм. Да, да. Скажи мне такую вещь, а вот, я уверен, что у вас очень много друзей осталось, которые, в принципе, в трейдинге были. Да. Ну, наверняка, вы общаетесь, это нормальное явление, когда вы 3-4 года просидели в одном офисе, там, минуту славы, вот это делили, я просто знаю, что такое, когда... то есть, очень много людей не поддерживают все эти. Ну, многие, знаешь, как бы, где-то обида, на себя, на себя, я не говорю, там, на тебя, знаешь, тебе нечего завидовать, ты тяжелым трудом заработал свои деньги. Ну, вот те, кто, допустим, не в трейдинге, да, как они скучают? Вообще, да. То есть, вот с теми, с кем общаюсь, они постоянно там, вот как встречаемся, они там, расскажут, что-нибудь, что там на бирже происходит. То есть, для них, вот как бы, драйв, как они вот торговали, он так и остается. Он и останется навсегда? Да, да, да. А как, допустим, вот там, несколько причин, расскажи, почему люди ушли? Абсолютно разные, то есть, были моменты, очень много, вот у меня знакомых ходило по причине, что, как бы, они пытались что-то, как бы, стабильное такое найти, да, как бы, они в трейдинге были, как бы, как бы, неплохими, вот, и у них, могло все получаться, и, как бы, они могли с этого зарабатывать, но они именно хотели какой-то стабильности, то есть, и вот эти... Заработал, не заработал, не подходил. да, да, то есть, такие варианты. Потому что, ты же понимаешь, очень много ребят, знаешь, что было? Были хорошие годы, вот когда, да, заработали МОСи и все остальное, и люди там по несколько сот тысяч долларов в год зарабатывали, да, в месяц зарабатывали, вот такие шальные деньги были, они так же быстро уходили. Я знаю единиц, у кого эти деньги остались на самом деле. И самая большая проблема была в том, что, как бы, те люди, которые деньги теряли, они в моменте, вот в этой минуте славы была, это умные были те, кто успел квартиру какую-то купить, или еще что-то, таких очень мало, да, и очень многие были, у которых были деньги, и тем не менее, люди побоялись дальше идти, основываясь на те деньги, которые у них остались. Ты же наверняка разговаривал с друзьями, там человек заработал им 120-130 тысяч, сколько денег молодой человек в 22 года может тратить? Ну, 2000 долларов в месяц. Ну, и практически все вы жили с родителем, вы студентами, ну, 3000 долларов. Он реально 3-4 года спокойно может выдержать, ничего не зарабатывает. Тем не менее, люди ломались и уходили. Вот почему ты думаешь? Ну, не знаю, у нас так получалось, что все люди очень голодные. И когда, вот по моей памяти, когда пошли вот эти большие прибыли, там человек начал 10 тысяч, 15 тысяч за месяц получать, там кто-то 50 тысяч, да, у людей просто срывало крышу, они не выходили из клубов, из, там, то есть, на моей памяти даже никто особо не ездил, скажем, по заграницам, там, как бы никто не пытался путешествовать, а именно, вот, как бы, буквально, вот, как бы рядом, на всякие радости такие, как бы тратили деньги. Маленькие. Да, маленькие радости. А что ты вот с первыми деньгами? У тебя же тоже наверняка были хорошие годы, когда ты заработал приличные деньги. Что ты с ними делал? Ну, особо ничего не делал, то есть, я так как бы никому не гулял, вот, не в моем характере, а, ну, как бы, потихоньку там семью поставил, все, как бы, съездил вот на Гавайи, как бы, один из вариантов. вот, то есть, ну, как бы, таких каких-то безумных трат не было, спокойненько так. Ты же большинство денег, в принципе, сохранил? Ну, достаточно рационально, да, потратил, то есть, как бы, достаточно много вложил в тот же трейдинг, вот, примерно, не знаю, как бы, где-то до половины всех, вот, этих супер, как бы, суперприбыли, я вложил в трейдинг, мне это, в определенной степени, как бы, это помогло удержаться на полу, потому что там, как бы... Ты сам себя проинвестировал? Да, то есть, когда мои друзья, там, как бы, теряли, как бы, они не могли продолжать торговать, соответственно, я, как бы, я терял не меньше, но я мог продолжать. Потому что запас был? Да. А что бы ты, вот, у нас осталось две минуты, что бы ты молодежи посоветовал, которая только приходит на рынок? Вот давай возьмем, там, американский рынок. Я бы посоветовал изначально набраться терпения большого, вот, и именно рассчитывать здесь, то есть, то, что вы там начинаете с нуля, там, или с каких-то небольших, да, как бы, вещей, мне кажется, все равно надо смотреть на это глобально, и, вот, в частности, вот даже свои какие-то первые прибыли, да, планировать их именно, как бы, глобально, так, как бы, инвестиционно, как бы, нежели там, сразу, там, покупать себе, бежать самую дорогую машину, или еще что-то. Вот. То есть, просто приготовиться, образно, запастись сухарями, да, я всегда, вы же помните, как я вас учил всегда, сухари, сразу, самое легкое надо брать в дорогу, если вы в горы идете, потихоньку. Ну, здесь надо, как бы, понимать, что, вот этот путь в горы, он будет, как бы, длиться, там, ни полгода, ни год, он будет длиться лет 10. Ну, да. То есть, здесь, как бы, не будет там остановок, что, вот, вы там заработали 100 тысяч или миллион, и здесь вы будете останавливаться. Вот, ты 7 лет, ты 7 лет в трейдинге. Сколько из этого за 7 лет тебе помогла удержаться любовь к трейдингу? Ну, в принципе, он постоянно помогает. То есть, может, согласен с изречением, что реально, там, как Алла Борисовна Пугачева, знаешь, поет, жизнь без любви, быть может, можно, да, но как на свете без любви прожить? Ну, да, согласен. То есть, любовь, на самом деле, для тебя много к трейдингу сыграло? Да. Дорогие друзья, у нас был Антон Андреев, партнер из старшей трейдер компании GT Capital. Огромное спасибо. Всем хорошего дня, всего доброго.